Девушки отдыхают 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 твою мать да это конечно не такая лютая погоня как была на мотоцикле но все равно она по-своему сложновато еще мы сейчас беремся со всеми боже его ребята не сдаются мы тоже доведем дело до конца это ужасная машина я тошнит от этой чертовой причины она не едет она не разгоняется я еще в столб врезался отлично куда его несет ему не свалить из города пока вы у него на хвосте куда бы он не собирался ему придется спешить это аэродром он управляется с одним ворота у него есть самолет ну конечно у него есть самолет там будут ждать его громилы ладно лишь бы нас в твоем списке не было они только отремонтировали аэропорт после того ура да там целы порядка стекло теперь волоса придется причесаться бросаем тачку и за ним вперед и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перезаряжаю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА это радует с ними покончили посмотрим что дальше о да детка о как он перекрестил ножки так прорвались в аэропорт а в аэропорту тоже хватает ушлем перезаряжаю блин где подъем наверх не могу найти никак должен же где-то быть парни вы ничего такого не слышите что серьезно а ну то есть я буду стрелять окей летай давай мы не разогнались поднимайся он сейчас летит стреляет по моторам так что пули отскакивают все без толку ничего не выходит должно выйти он нас в рано в самолете брось я стрелять буду он еще не ушел ладно timely Открушение. Морелла не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше другим. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садится безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Садится. Всё, ему конец! Чёрт! Легавы! Так, они строги его! Вот так вовремя эти бопы? Серьёзно? Ладно, сейчас разберёмся. Заберитесь! Держите пушки наготове! Сейчас нам нельзя облажаться! Потому что появился таймер! Ну сейчас быстро доедем! Время обломки! Уходим! Все ясно! Что ж... Да блии! Хе! Он выжил! Господи боже! Ублюдок не понимает, что уже сдох! Теперь он понял! Да, братик! Теперь точно! Ладно! Валим отсюда! Смотря на войны, все-таки Сальери скорбит о нем! Потому что в свое время они были в одной семье! Были друзьями! Хоть и поделили город! Была в них масса разногласий! Но... До встречи на том свете, Марк! Но все равно... Было какое-то взаимное уважение друг к другу! Валим отсюда! Да... Это пожизненное дом! Или даже стул! Но вам ведь нужен не исполнитель, а тот, кто ему приказывал! Так вот, значит, в чем дело, да? Ты хочешь сдать Сальери? Книги Дона, который украл Фрэнк... У меня... С ними можно навсегда упечь Сальери за решетку... Если мы договоримся... Моя семья... В обмен на Дона... Узнаешь кого-нибудь? Присмотрись... Старик — это Дон Пепона... А двое парней — Морелло и Сальери... Честно говоря, я бы так и не узнал сразу... Хотя то, что они рассматривали... Теперь узнаю... Год, наверное, двадцатый... Апрель... Свадьба Морелло... Сальери был на ней шафер... Совсем еще... Мальчишки... Да... И уже бойцы в клане Пепоне... Так что случилось? Как лучшие друзья внезапно стали злейшими врагами? Без понятия... Я и не знал, что они дружили... Боже мой, Томми... Тем, что ты не знал, можно забить сраный небоскреб... В двадцать втором... Пепона утонул в озере... Чтобы дела и дальше шли гладко... Сальери и Морелло... Поделили город... Да, это я слышал... И что? Они же друзья... И могли бы сохранять баланс... Но ни хрена подобного... Ну, по крайней мере, пытались... Сальери был вполне счастлив... Считай, что город теперь наш... А я был рад, что войне конец... Но потом я задумался... Какой толк... От всех бабок Морелло, если они не спасли его от простого парня вроде меня... Вчерашнего таксиста... Все, что он в конце выиграл... Здоровенную мишень на свой сраный лоб... И знаете... Я об этом все время думал и думал... Пока однажды... Не взглянул в зеркало... И тоже увидел мишень... Прямо вот здесь... И вытер слезки пачкой сотен, да? Я и не думал бросать сладкую жизнь... Но я... Сказал себе, что я должен быть умнее, чем Морелло... Что однажды я не увижу Поли или Сэма, целищихся мне в лоб... Дело в том... Что ты не думаешь... Об этом на улицах... Когда... Бьешься за свою жизнь... Парень, который дерется вместе с тобой... Твой брат... Ведь ради брата куда легче убивать, правда? А ночами... Ты не можешь уснуть и думаешь... О чем твой брат шептался с Доном в баре? И достаточно ли он жаден... Чтобы при случае... Предать тебя? Все путем? Да, босс... Никаких проблем... Настась... Здесь все что есть? Конверт пуле худоват... Я доложил в свой... Это покроет разницу... Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. Я один из них решил искупаться. Доплыл до середины. И понимает, что силы кончились. Назад уже никак. Начинает орать. А второй парень отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко. И струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Оле твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тернбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем поле и Сэм вместе. Мне навестить его. Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Винни есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башней старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Винни за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили этому. О, через это оно растет, растет. Как же Поли и Сэм? Ну, Поли, ладно, но Сэм. Чем он хуже Томми, того же? Они давно, ну, дольше занимаются бизнесом. Как жаль, что ты уже женат. О, он и не посмотрит на нас. Он такой правильный. Да, я самоправильность. Что, тут ничего нет, да? Ну, ладно. Привет, славяне. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в форт Стэнмори. Солери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху. Где обзор получше. Я помню, я туда с боем прорывался. Как же меня задолбал этот политикан, Томми? Это же наш город. Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж запер, но у тебя будет ключ. Так, надо взять какую-то побрякушку. Позолоченный пистолет возьмем. И хорошо бы какой-нибудь... О, вот бейсбольная бита пригодится. Ей можно быстрее врагов дезинтегрировать. И вообще хорошо бы что-то еще взять. Ммм, дробовик. Наверное, в принципе, вариант неплохой. Винтовка обычная. Ну так. У Мегана хватит надольше. Его возьму пока. Ну что ж. Теперь мы вооружены и опасны. Сейчас будем надирать задницу. Я хорошо помню эту миссию в оригинале. Там какие-то бомжи. Там какие-то стрелки были. То есть там будет жестко достаточно. Я думаю. Ах, тут не шибко далеко. Прикольная дачка. Так, мы почти на месте. Нужно отметить, погода сегодня классная. Ух ты, это воздушный шар? Прикольно. Выглядит как какая-то боевеловка. Я думаю, это... Видимо, такой воздушный шар. Берринджер, департмент-стой. Берринджер, департмент-стой. Берринджер. Иди сюда. Ты Аттони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Эй, ты! Внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Ну что, посмотрим, что тут у нас как. Лучше быть на чеку. Прикольно. Реально нормально так сделали эту канализацию. Привет. Не видели мою крысу? Извините, не видел. Пока что. Шухер, кто-то идет! Нет. Ты точно не один из нас. Тебе здесь не рады. Предупреждаю, мистер! Вообще, по пусту на них патроны тратить я не буду. Лучше буду хлебал им ломать. А то я что-то испугался. Думал, он сейчас со стволом на меня побежит. Но нет. Почему вы не оставите нас в покое? Это наш дом. Когда вы уже наконец это поймете? Кто-то не мешался. Вдруг еще чего похуже будет. Это ты, коп! Тут заперто! Ты не войдешь! Шухер, кто-то и... Ааа, бывшая тюрьма. Понятно. Будет забавно, если у этих ушлепков есть пушки. Ну, я буду валить всех. Может быть, это жестоко. Но на самом деле мне пофиг. Где смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Да я уж понял. Я готов как бы к любым сюрпризам. Ну, относительно. Если у кого-то будет шотган, я буду немножко грустить. Оу. Здесь что-то есть. А, да. Так. Сейчас разберемся. Классно у вас тут атмосфера. У меня была работа. Хорошая. Надо меня осуждать. Сегодня я точно выиграю. Моя очередь. Ну, вроде бы... Не надо было лезть. Изи. Какие-то немножко психованные ребята. Привет. Ладно, не буду их трогать. Не нападают и хер с ними. Только один ушлепок напал. Здрасте. Тут сказала. Где башня? Ты ее найдешь. Как и всегда. Ты уже мертв. Правда же? Привет. Окей. Отличный мотив. Снимай. Хотя... Знает. Второй раз повторять не станет. Я его за. Мы тебя переломим как свечку. Нет. Как ты мог? Я все сделаю быстро. Да уж. Быстро. Это точно. Да, бита здесь была не лишней, конечно. Так гораздо быстрее можно отключать. Единственное, понять надо, куда идти. Дальше. А, вот здесь вот есть. Да, атмосфера тут как будто и скурка какого-то. Да, прикольное место. Ты взял? Да, взял, взял и что? Извини, просто мне было очень надо. У нас будет еще, не волнуйся, точно говорю. Немножко они нервные, хотя чему удивляться. Ох, весьма неприветливые ребята. Ну и ладно. Ну ладно. Теперь надо винтовочку найти. Это место опасное. Ну что ж, один раз. Только момент есть. А, опять пуль есть почему-то. Сейчас он встанет и я его сажу ему. Тяжеловато, я должен сказать. Надо съебывать отсюда. Кажется здесь будет полиция. Выстрел со стороны старой тюрьмы. Эх. Ой-ой-ой. О-ой-ой. 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 Черт, я и забыл как это было. Совсем забыл как. Как бы... О-ой, все хп схавали. Долго я был в отключке. Здесь у меня патроны есть. Кроме Томмигана. Если Томмиган остался там, то будет хуёво. Томмиган едет здесь. Ну что, сейчас начнем. Зачистку, так сказать. Дается идти сложно каким-то ёбнутым путем. Ух ты. Это кто? А, понятно. Я ничего не понял на самом деле. Здесь уже нельзя руфлить. Войне совсем. Стреляли оттуда! Наверху! Убийца вооружён и опасен. Так. Иitas. А-а-а! Ух ты. Иисус. Ух ты. Иисус. Ух ты. Иисус. Иисус. Ух ты. Ух ты. Как его классно ко мне пододвинуло. Ладно, раз есть возможность попробовать по стелсу, то я, конечно же, попробую. Не знаю, получится или нет. Конечно, рискованная очень работенка. Давай. Задерживайте каждого! Полиция! Это полиция! Гады! Мы все равно вернемся! Твою дивизию! Их тут было до хренища! Все-таки придется прорываться напрямую, к сожалению. Но по-другому никак уж. Ищи позицию! Я тебе обходи! Как мы сейчас прорвемся? Как мы сейчас прорвемся? Все, мне хана, ребят. Да. Сука. У меня есть шанс, в принципе, оторваться в том месте, откуда мы выбирались. И тогда уже удастся безнаказанно свалить. Почему я сразу не додумался до такого? Просто если они сюда полезут, будет, конечно, хреново. Ну, посмотрим. Путей для отступления практически нет. Искать дальше. Ну, сейчас все будет. Он ушел. Вернитесь по-другому. Поймаем в другой раз. Пух! А то не хотелось по городу через эти все пять звезд, через копов, через всю толпу копов. Отлично. Похоже, этот домик, где живет Сара с Томми, или? Ух ты! Прикольно! Уже они себе дом купили, или что-то в этом роде? Хм. Слышал об этом Тернбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за девятнадцатую поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен уйти. Том. Не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать. Вот так вот, да? Понятно? Превосходно. Да, отменно, босс. И это только начало. Партию сигар, завезенных из Камеруна, конфисковали таможенники. Вам нужно ее забрать. Нам нужно украсть сигары? А что тут такого? Гости наших клубов готовы нехило платить за хорошие сигары. Да, и все же, как-то это мелко. Я всегда знал, что ты умен, Том. Все точно подмечаешь. Тут ты прав, это довольно мелко. Так оно и должно выглядеть. Сигары, лишь прикрытие для груза камушков. В коробках спрятаны контрабандные алмазы. Федералы их пока не нашли. Мы крадем алмазы у федералов? Не волнуйся, Том. Я уже успел обсудить все подробности с Сэмом. Он расскажет. Так, у меня встреча с мэром в клубе для джентльменов. Подумайте, что делать. Но привезите сигары, прежде чем кто-то найдет настоящий груз. Поняли? Все будет. Я рад. И не выпейте тут все без меня. Ты знал об этом? Вчера мы с боссом все продумали. Есть план. Не буду говорить, что он идеален, но вроде шанс есть. Небольшой. У нас там свой человек или что? Нет. Все нужно делать самим. Будет нелегко. Ящики с сигарами хранятся в порту. Сука. Там же полным-полно охраны. Да. Тут сила не поможет. Действовать будем тихо. Угоним грузовик с таможни и приедем на нем. Черт. И грохнем беднягу водителя? Нет. Просто припугнем и заберем его документы. Верно. Избавляться от села только лишняя морока. Ладно. Поехали. Неплохо бы взглянуть на этот грузовик. Ты чего там? Да так. Пытаюсь как-то обдумать это дело. Чего тут думать? Босс дает задание, мы выполняем. Все это как-то слишком рискованно. Даже ради алмазов. Если нас прижмут, то могут закрыть надолго. Тогда постараемся, чтобы не прижали. Да? Да. Я припрятал все нужное неподалеку от порта. Если кому-то нужно что-нибудь особенное, спросите Винни. Лично мне нужен глоток виски. Господи, Полли, можешь хоть раз не пить перед делом? Пожалуйста. Ну что ж, это была по-своему насыщенная серия. На события мы убили Марка Морелла. Узнали некоторые подробности о том, что они вместе состояли в одной банде. Казалось бы, лет... Уже сколько... Ну, около 15 лет назад. Они были совсем молодые. И здесь я хочу отметить один недостаток сценария. Вы видели наверняка в катсцене фотографию из Сальери и уже с следователем фотографию молодых Сальери и Морелла. Мальчишки. И это было в 20-м году. Сейчас у нас 32-й или 35-й. То есть 15 лет назад. Скажите мне, пожалуйста, за 15 лет из-за молодых 25-летних мальчишек неужели можно превратиться в то, во что они превратились? За 15 лет вот так вот разжиреть? Нет, наверное, можно, но как-то ощущение, будто они постарели лет на 25-30. То есть, ну, не на 15. В этом есть недоработка, я считаю. Миссия получилась, ну, по-своему, интересной. Не сильно напряженной. С тем же Серджио было гораздо тяжелее за счет того, что врагов было больше. Мы были одни. А запрятанные враги были вообще совершенно замудренным образом. И было очень сложно на максимальном уровне проходить это. Даже я понижал уровень сложности, потому что меня просто задолбал этот гринд. Вот. А дальше уже вот эта миссия в тюрьме заброшенной была интересная, была по-своему атмосферная. То, что там были бандюганы. Ну, не бандюганы, а психи, скажем так. Которые сидели там, кричали, это наш дом, не выгоняйте. Все дела. Это мне понравилось. И миссия вышла довольно легкой за счет того, что я сразу же сообразил... Ну, в первый раз я сдох, потому что выбрался на открытую. А потом до меня быстро доперло, что надо залезть обратно в трубы. И это про канала. Повезло, что они не полезли туда. И я уже быстро выбрался и доехал. Ну, это было довольно просто. Так что в следующей серии мы будем проходить знаменитую очень миссию с мешками, ящиками точнее. Порту. Я помню, там в оригинале был геморрой настоящий. Несколько возможностей прохождения. Там можно было по-тихому. Там таскать ящики и в нужный момент свалить. Можно было еще как-то. В общем, посмотрим, как эту миссию здесь реализовали. Надеюсь, это будет очень интересно. А пока скоро увидимся и услышимся. Прощайте, славяне!